Уважаемые коллеги, наша конференция, которую мы проводим совместно с замечательными партнерами, приурочена к юбилейной дате университета, к 40-летию университета. В этом году наш Волгоградский государственный университет отмечает 40 лет с момента существования. Это, конечно, еще маленькая дата. Мы молодой университет, но динамичный и очень динамично развиваемся. Традиционно мы отмечаем день рождения университета 24 мая, день славянской письменности и культуры, но, к сожалению, та ситуация, в которую попала наша страна, связанная с эпидемией коронавируса, не позволила нам провести эту конференцию, которая приурочена к 40-летию университета, и наше мероприятие в обычном оффлайне. Но мы проводим достаточно большое количество мероприятий в онлайне. Приношу извинения, конечно, мы идем всегда через другую платформу, поэтому сегодня возникли организационные технические проблемы с нашим включением. Но я хотела бы отметить, что в современных условиях, когда ускоренными темпами рождаются и развиваются информационные технологии, био- и нанотехнологии, существенно, конечно, возрастает роль образования и науки. И главную скрипку здесь играют университеты в долгосрочном социально-экономическом развитии как страны, так и региона. И в этих условиях министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фольков неоднократно говорит о том, что вузы должны стать локомотивами, драйверами и такие интеллектуальными корпорациями, которые производят новые знания и технологии, что крайне важно для реализации стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Наш университет за четыре десятка лет, это небольшой, как я сказала, срок, вырос в Центр инновационного технологического и социального развития региона. Я хотела выделить то, что есть у нас связанное с технологиями. Так, ну, наверное, не смогу. Презентацию видно, да? Да, да, видно. Ну, давайте так, если я не смогу ее переключать, то тогда буду так рассказывать. Вот у нас в университете 137 направлений подготовки и 23% соответствуют приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий, определенных стратегий, постановлением правительства Российской Федерации. И, конечно же, мы активно развиваем наше технологическое направление и сочетаем, конечно, образование сейчас с новыми интерактивными технологиями. Но переход в онлайн был сопряжен с определенными трудностями, но наши преподаватели, и не только студенты, но и преподаватели, конечно, в убыстренном темпе овладели необходимыми компетенциями. Я хотела бы еще отметить следующее. Что делается в технологическом развитии? На базе Волгоградского государственного университета был создан инжиниринговый центр телекоммуникационной системы и новые материалы, или сокращенно РИЦ Теленова. И это, безусловно, послужило толчком развитию технологических именных инноваций в нашем ВУЗе. Стратегические приоритеты этого центра – это ориентация на внедрение цифровых технологий, производственно-технологические и бизнес-процессы предприятий. То есть все-таки основное его направление – это 3D-технологии, суперкомпьютерное математическое моделирование, индустриальный интернет вещей. Но оказались востребованы технологии экологического воспроизводства наших региональных зон, и сейчас услуги экологов в этой области также оказались востребованы. А также технологии археологической разведки, которые сейчас реализуют наши археологи. Археологическая школа достаточно у нас известная и в России, и за рубежом. В частности, разработки по исследованию культуры сарматов проводятся только здесь. У нас всего две в России, одна у нас, уникальная антропологическая коллекция. И вот эта материально-техническая база позволяет нам развивать вот эти технологические направления. В университете в рамках научно-образовательных центров проводится большая работа в области технологий искусственного интеллекта, виртуальной реальности, цифровых гуманитарных технологий и информационной безопасности и телекоммуникаций. Информационная безопасность и технологии телекоммуникаций мы стали реализовывать первые в Южном федеральном округе и до сих пор продолжаем оставаться лидером по количеству выпускников данных направлений и специальностей. Очень сожалею еще раз, что сложный комплекс проблем вынужден был у нас, не дал возможности провести конференцию в очном формате, уважаемые коллеги. Я надеюсь, что внешние условия меняются и изменятся, и мы еще будем иметь возможность видеть вас лично в нашем государственном университете, конкретно на Волгоградской земле и в Волгограде. Очень жаль, что мы не смогли всех поприветствовать очно. Отдельно я благодарю всех коллег, которые приняли участие. Эта конференция вызвала особый интерес и вызывает особый интерес. Что самое важное, в стратегии развития нашего вуза мы неоднократно об этом говорим, о том, что актуальность приобретают именно междисциплинарные исследования. И вот как раз такое замечательное название конференции и те проблемы, которые здесь сегодня заявлены в программе, они нам позволяют из междисциплинарных областей объединить совершенно различных ученых. А, как правило, новое знание сейчас появляется именно на стыке этих областей. Поэтому благодарю коллег, которые присоединились сегодня к конференции. Отдельно благодарность за терпение и организаторские способности Елены Геннадьевны Попковой и всему Институту научных коммуникаций в лице модераторов, которых я вижу. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы и технологии вебинара в данной системе тоже теперь овладеем и все компьютеры настроим. Я желаю всем нам продуктивных дискуссий, новых знаний, новых приобретений. А главное, вот эти конференции, несмотря на то, что они проходят в онлайне, они позволяют нам не уходить полностью в административную работу, а развиваться именно научной мыслью, за что отдельная благодарность еще раз организаторам. Спасибо. Всегда буду рада вас видеть и принять участие в дальнейших дискуссиях. Благодарю вас.